Сегодня у нас будет задача с параметром, который на самом деле интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Вот ее условие. При каких a один корень уравнения больше единицы, а другой меньше? Несмотря на простенькую формулировку и незатейливый вид самого уравнения, решение задачи все-таки требует использования одной любопытной идеи. Сейчас вы увидите какой. Перед нами исходное уравнение. Вместо того, чтобы искать его корни непосредственно, что здесь достаточно проблемно, или использовать тюрему Виетта, что тоже не дает успеха, мы, предусмотрительно оставив место слева, ведем функцию f от x, которая равна левой части нашего уравнения. А далее мы найдем f от единицы. Подумайте, зачем это вообще нужно делать? Как это сделать, конечно же, понятно. Вместо x подставляем единичку. Как думаете, каким должно быть значение функции в точке 1? Чтобы, во-первых, у нас было два корня, так еще и во-вторых, эти корни находились бы по разную сторону от единички. Значение функции в точке 1 должно быть строго отрицательным. И это не только необходимые условия, это еще и достаточные условия. Давайте сначала расправимся с технической стороной задачи, а потом я все же прокомментирую последнюю озвученную мысль. Сейчас, чтобы получить ответ, нам не нужно возиться с огромным дискриминантом. Нам нужно просто решить квадратное неравенство относительно а. Да и вот оно уже решено. В ответе мы получаем интервал. Левая граница – минус 2 минус корень из 11, правая граница – минус 2 плюс корень из 11. Если такой подход к решению задачи для вас оказался в новинку, то полистайте методичку Яковлева, прикрепляю ссылку в описании. Там есть очень хорошие примеры на такой вот функциональный подход к исследованию корней квадратного трехчлена. Ну а сейчас давайте обсудим детали. Нам пригодится координатная плоскость, а также тот факт, что при любом значении а коэффициент перед х в квадрат положительный. Значит, ветви параболы, если ее нарисовать, конечно, будут направлены вверх. Возьмите это на заметку и поймите, что если хоть в какой-нибудь точке значение функции отрицательно, то у нас автоматически есть два корня. Это позволяет нам не тратить драгоценное время и силы на поиск дискриминанта и выяснение его положительности. А если значение нашей функции окажется отрицательным в точке 1, то бонусом мы получаем то, что наши корни находятся по разные стороны от единички, а это нам и нужно было. Вот так вот круто и мощно сработало условие f от единицы меньше нуля. Напоследок обратите внимание на то, что вершинка параболы могла находиться где угодно. Мы на нее никаких условий не писали и правильно сделали. Все, кто осилил эту задачу, большие молодцы!